Первый лиц в один миг. С открытием станции Дубравная база МВД сможет подключиться к работе метрополитена. Тогда система распознавания лиц заработает впервые в России, именно в метро. Пока же действует штатная система безопасности. Это и определение рационального фона, это и подавление радиации, это и подавление радиоволн. Там много около 11 наименований, которые мы закупили. Они у нас оборудованы на всех станциях. Второе. К десяткам металлодетекторов, рентгенаппаратов к чемпионату миру добавится еще столько же. Сейчас за безопасностью следят около 100 сотрудников. К середине июня их станет в два раза больше. Проверить обещают всех без исключения. А потому и без очередей не обойтись, признаются сотрудники Казанской подземки и просят отнестись пониманием. На каждой станции, на всякий случай, стоит взрывозащитный контейнер. Если полицейские обнаруживают подозрительный предмет, то немедленно помещают его в эту емкость. Дальше неизвестное устройство либо взрывается за железным занавесом, либо им занимаются уже спецслужбы. Проверять стопроцентно. Тем более, если у человека есть сумка или пакет, это уже однозначно будем проверять. Слава тебе, Господи, это будет лето, под пальто или под шубу ничего не спрячешь. Интервал движения электропоездов во время мундиаля останется прежним – 5,5 минут. В день игр часы работы метрополитена продлят до 2 часов ночи. Встречать пассажиров будут англоязычные сотрудники. Как раз специально для зарубежных гостей в кассах метро появятся и сувенирные жетоны. Салават Мухаммадуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.